Здравствуйте! Вот и пришел вечер вторника. В эфир выходит хроника городских происшествий, программа «Сканер» в студии Максим Ивановский. И вот главные темы сегодняшнего выпуска. Полицейская погоня в Свободном закончилась автокатастрофой. Погиб один человек, есть и пострадавшие. Благовещенцы засняли, как горит автомобиль. С огнем боролись два боевых расчета пожарных. Нулевая дистанция – популярная причина аварии в Благовещенске. Кто на этот раз попал под прицел камер «Сканера» – далее в программе. Полицейская погоня в Свободном закончилась автокатастрофой, в которой погиб невинный человек. По информации Амурской полиции, пьяный водитель «Тойоты Краун» спровоцировал ДТП в Свободном и скрылся с места происшествия. Экипаж ДПС обнаружил машину нарушителя и потребовал его остановиться. Но вместо того, чтобы нажать на тормоз, водитель прибавил скорость и начал скрываться. В итоге нарушитель не справился с управлением своей иномарки и устроил автокатастрофу. По пути он снес еще две машины. Водитель одной из них погиб на месте. Еще один травмирован. Удирал, что ли? Сам же виновник ранений не получил. Известно, что в его машине находилась девушка. Она также пострадала. Пьяного водителя подворили в изолятор временного содержания. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело. В Амурской области уже пять месяцев ищут жительницу села Поздеевка. 38-летняя Ольга Бояркина родом из села Смелая Октябрьского района, но проживала в соседнем, а точнее в селе Поздеевка. 28 мая около 6 часов утра женщина вышла из дома и не вернулась. Из примет черные волосы и карие глаза. На момент ухода была одета в кофту серого цвета, на молнии и черные джинсы. По указанным номерам телефонов можно позвонить, если у вас есть информация о судьбе пропавшей Ольги Бояркиной. На улице Горького в Благовещенске загорелась машина. Видео с места происшествия нам прислали очевидцы. Как стало известно, все произошло после 6 часов вечера. Хонда Эдикс стояла припаркованная у 42-го дома по улице Горького. Неожиданно пламя охватило салон автомобиля. Ликвидировать огонь смогли только подоспевшие пожарные. На это ушло менее 10 минут. Полностью уничтожить иномарку стихия не успела. Выгорел только салон японской машины. Пострадавших нет. Сейчас специалисты разбираются в причинах пожара, сообщили в Амурском управлении МЧС. И к другим дорожным происшествиям. Минувшие сутки отличились серьезными авариями в городе. По данным госавтоинспекции, всего в столице Преамурья произошло 18 ДТП. Инспекторы ДПС ловили и пьяных водителей. Таких оказалось 7 человек. За переход дороги в неположенном месте оштрафовали около 40 пешеходов. В целом и водители, и пешие участники дорожного движения. Правила дорожного движения нарушили 279 раз. Ну а теперь смотрим традиционный обзор городских аварий. Вот одна из самых популярных причин аварий. Когда зазевавшийся водитель догоняет впереди идущий автомобиль. На Новотроицком шоссе нашли друг друга Тойота Филдер и Митсубиши Паджеро. Белая иномарка двигалась за внедорожником. Обе машины направлялись в сторону Калининского кольца. Но в один момент их планы обрушились. А виной всему невнимательность водителя Тойоты. Не успел вовремя затормозить и, как результат, врезался в своего оппонента. Пострадавших в аварии нет, и это к счастью. На кольцевой разыгралась очередная дорожная драма с тремя участниками. Все началось с того, что Тойота Гайя и Лэнд Крузер не поделили дорогу по кольцевой. Иномарки ехали навстречу друг другу, когда внедорожник решил свернуть налево, чтобы заехать на базу. Маневр водителя Прада напугал владельца Тойоты Гайя. Убегая от столкновения, водитель универсала вильнул вправо, но все равно прогремел удар. Белая иномарка врезалась в УАЗ, который выезжал с территории базы. Все три машины остались на месте аварии. Пострадавших нет. Две иномарки столкнулись на улице Воронкова. Вот что происходит, если вовремя не нажать на педаль тормоза. Ну или тот случай, когда между машинами слишком короткое расстояние. Это и сыграло злую шутку с водителем Эскуда. Двигаясь за минивеном, он наградил его ударом по задней части кузова. Вмятина образовалась заметная, и радости владельцу Вокси точно не добавила. До врачей дело не дошло, но к авторемонтникам точно придется обращаться. Видеоматериалы предоставлены компанией «Экспертно-правовой центр». Обратиться за помощью экспертов при ДТП вы можете на загородной 171Б города Благовещенска. И напоследок необычное происшествие случилось на Амуре с китайскими туристами. Иностранное судно на воздушной подушке застряло на Амуре по пути в Россию. Пассажиры попытались сами вытащить транспорт на сушу, ухватившись за трос. Видео попало в соцсети. В пассажирском порту Амур-Ассора сказали, что экипаж судна нарушил правила безопасности. Транспорт свернул с маршрута, потому и застрял. Экипаж по каким-то причинам высадил пассажиров на лед, вопреки всем правилам безопасности. Российские специалисты связались с пограничниками Китая и потребовали загрузить иностранцев обратно на судно. После этого российская сторона вытащила транспорт из-за подни и судно доехало до Благовещенского берега. Между тем, пресс-служба Амурского погрануправления ФСБ предупреждает, что выход на лед на Зее и Амуре запрещен, пока идет ледостав. Ну а в завершении программы напомню, что вы можете присылать свои видео к нам в Инстаграм Директ, и, конечно же, звоните по телефону 50 12 12. На сегодня же это все. Помните, что ваша безопасность прежде всего в ваших руках. Сканер. Альфа ТВ. Ру.